Поскольку проблемы лечения местно распространенного рака прибыль к кишке остаются на протяжении многих лет актуальны, и это мы слышали, несмотря на развитие хирургического этапа лечения и достижения, которые достигли хирурги в своем лечении, это мы слышали на вчерашнем заседании хирургической секции по лечению колоректального рака. Ежегодно в мире регистрируется около миллиона случаев колоректального рака, и почти половина пациентов, у которых диагностировано на первом году жизни, уходят из этой жизни. Это пациенты, у которых впервые был зарегистрирован рак прямой кишки. В России в 2015 году раком заболело около 25 тысяч пациентов, из них 23 акте света. Из них... Извините, с техникой с трудным не связаться. Это вы думаете, не промахнусь. Вот опять. Так, вы сделаете... Инвиктор, там немного кнопок сосредоточиться. Я сосредоточиться не могу, они очень близко, а я плохо вижу. Если сейчас погаснет, я прошу прощения. Ну вот опять сейчас. Вот здесь дальше уже не нажмите, нажимайте, у вас на самой верхней. О, хорошо. Нет. И около 23% на первом году ушли из нашей жизни. И если посмотреть на диаграмму регистрации заболеваемости, то поверьте мне, что в 2015 году здесь линия уйдет вверх, поскольку вопрос о выявлении заболеваемости раком прямой кишки увеличивается из года в год. Если говорить о неудовлетворительных результатах хирургического лечения местно распространенного рака, это связано с высокой онкологической эффективностью, сомнительным радикализмом выполнения оперативного вмешательства, высокой частотой возникновения местных рецидивов, особенно если опухоль локализуется в нижнем и среднем ампулярных отделах, а это 60% больных, у которых возникают раки, у 20%. При выходе опухоли за пределы органа у 70% больных регистрируется данная ситуация и при наличии отдаленных метастазов. И высокий, конечно, процент инвалидизации, то есть истерпация прямой кишки с постоянным наложением колостомы. Стандартным лечением рака прямой кишки Т3 и Т4 это предоперационная пролонгированная химиолучевая терапия, это данные НССН, ЭСМА, и хирургическое вмешательство в объеме мезоректомектомии, и послеоперационно-одевантная химиотерапия. Отношение к комбинированному лечению с использованием лучевой терапии в предоперационном плане и вообще в лечении местно распространенного рака прямой кишки менялось от десятилетия к десятилетию. От использования локального воздействия лучевой терапии до полного отрицания лучевой терапии в лечении рака прямой кишки, особенно когда стал развиваться хирургический этап лечения, до строго научно обоснованного индивидуального определения показаний к лучевой терапии. И роль лучевой терапии в лечении рака прямой кишки определяется и надеется на уменьшение частоты местных рецидивов, улучшение выживаемости остается под вопросом, повышение резектабельности при местно распространенном опухолевом процессе, возможность выполнения экономных оперативных вмешательств в объеме туморектомии, увеличение частоты свинтерсохраняющих оперативных вмешательств и, следовательно, сохранение качества жизни. Под нашим наблюдением 341 пациент с местно распространенным опухолевым процессом, с гистологической структурой, в основном это разной степени дифференцировки аденокарциномы, с распространенностью, с наличием или отсутствием лимфатических узлов в параректальной клетчатке, расстояние до ануса, то есть до возможности выполнения органосохранного лечения 5, плюс-минус 2,9. Передоперационно-лучевая терапия проводилась двумя режимами до суммарной чуговой дозы 39,5-47 Грей и 48 Грей, когда один раз в неделю подводилась укрупненная фракция на фоне введения платины. Критерием оценки результатов химилучевого лечения являлась переносимость, уменьшение размеров опухоли, увеличение стадии опухоли, то есть после проведенного лечения и изменение расстояния до нижнего полюса опухоли, до края анального канала, то есть возможность выполнения органосохранного свинтерсохранного оперативного вмешательства. Переносимость отслеживалась по системе RTOX для того, чтобы выяснить, как переносится данная схема лечения. В основном это были лучевые реакции в виде 1-2 степени 85%, конечно, наблюдались и тяжелые степени 3 степени лучевых реакций, это влажный эпидермит кожи промежности у 5 пациентов, проктиты у 11, энтероколиты у 13 больных. У них потребовалось прерыв лечения 5-7 дней для стихания лучевой реакции. И если говорить о качестве жизни пациентов в период лучевой терапии, то с первого дня начала лечения всем проводилась сопроводительная лучевая терапия и сопроводительная лучевая терапия колитекс-гелем, колитекс-гель-ДНК и колитекс-гель-ДНК с лидокаином для снятия болевого синдрома. А вот результаты проведенного лечения. У 71% больных было зарегистрировано на эндоректальную ультрасонографии уменьшение размеров опухоли. То же самое было подтверждено у 78% и увеличение границы до латеральной границы по данным МРТ, увеличение расстояния от края ануса до нижнего края опухоли до 1,3 см, что дало возможность выполнить органосохранное лечение, о котором я здесь уже говорила неоднократно. И в процессе лечения мы проводили исследование, как ведет себя опухоль, как она резервируется на фоне химии лучевого лечения по данным МРТ в процессе химии лучевого лечения. Вот эти снимки говорят о том, как постепенно регрессирует опухоль от недели к неделе. И вот результаты нашего лечения. Предполагаемый фактически объем хирургического вмешательства при нижнем ампулярном раке. До химии лучевой терапии в основном предполагалась брюшно-промежностная экстерпация. И планировать органосохранное оперативное вмешательство было только возможно у 70%, а вот у 17%. А после проведения химии лучевой терапии результаты лечения и возможность выполнения органосохранного лечения резко увеличилась. Практически у 40% больных выполнена проктектомия, что даже не могло рассчитывать до начала химии лучевого лечения. Частота после операционных осложнений составляла 27% и не отличалась от таковых при чистохирургическом лечении. При проведении операции не отмечено никаких технических осложнений, сложностей. Именно увеличение операционных осложнений, удлинение хирургического вмешательства по времени, увеличение послеоперационных и интероперационных осложнений. Стадии эрегрессии опухоли мы изучали по мандарту. Если вы посмотрите на таблицу, то в основном это была первая, вторая, третья степень лучевого патоморфоза, когда можно было говорить о хорошем результате химии лучевого лечения. До полной резорции опухоли, которая по нашим данным была зарегистрирована у 16% больных. В сроке прослеженности от 12 до 60 месяцев рецидивы выявлены у 9%, процентов больных метастаза у 13% и трехлетняя выживаемость без признаков заболевания составляет 76%. Способ подведения 5-фтуроцила, который является хорошим радиомодификатором, может быть пролонгированный в виде длительных инфузий. Приоральная форма 5-фтуроцила капицитабина введения. При применении 5-фтуроцила близко к опухоли, то, что на плоскоклеточных раках очень долго и много исследует профессор Корикунова, можно было ожидать направленного транспорта лекарства к очагу поражения. Конечно, в этом случае препарат будет сорбироваться в ближайших тканях и выводиться за тем организмом в мочеполовую систему, частично попадать в кровь на основании, но основная часть лекарства, особенно учитывая специфическую сорбцию раковой клетки, будет за счет такого подведения концентрироваться в очаге поражения, в том месте, куда она будет направлена, поступая из аппликатора. И мы предположили, что, используя локального подведения 5-фтуроцила, можно добиться лучших результатов в лечении вместо распространенного рака прямой кишки. Это схемы перехода 5-фтуроцила в активную форму в печени и в опухоли. И нами в плане дальнейшего усовершенствования предоперационной химиолучевой терапии мы стали использовать подведение к опухоли 5-фтуроцила в виде гелевых дисков. Это депоматериал Калигель Калитекс. Когда структурированные диски вводились пациентам самостоятельно на ночь в течение всего периода лечения. Вот схема проведения лучевой терапии с аппликационным введением 5-фтуроцила. Общая доза 5-фтуроцила составляла где-то 2-2,5 мг. Не отличалась от такового при внутривенном и введении 5-фтуроцила в предыдущих схемах. 37 пациентов с распространенностью МТ2-Т4. Мужчин 15, женщин 22, в среднем 22 человека, в среднем возрасте 58 человек. В основном это были аденогенные раки разной степени дифференцировки. Слизистый колодный рак был в двух больных. Метастатически пораженные лимфоузлы у 28 пациентов. Мы ставили перед собой вопросы, достигаем ли мы цели, как реагирует опухоль и нормальные слизистые кишки, и какова общая переносимость лечения. Основная группа и контрольная группа представлены на данном слайде. Кроме того, что характер выполнения операции статистически не отличался в двух группах, и в основной, и в контрольной, степень лучевого патоморфоза статистически не отличалась. А если говорить о ранних лучевых реакциях, то в основной группе они были более выражены, статистически достоверно более выражены, и сроки репарации, восстановления были значительно дольше, чем в контрольной группе, то есть контактное введение 5-2-рацила несколько ухудшило качество жизни при проведении лечения местно распространенного рака прямой кишки с аппликационными методами подведения 5-2-рацила. Предоперационная химио-лучевая терапия с уровнем доз эквивалентных 50 грей способствует выраженному повреждению опухоли более чем у 70% больных, а срок до операции 4-6 недель позволяет реализоваться лучевому эффекту в полном объеме. Методика химио-лучевого лечения с аппликационным подведением 5-2-рацила не может быть рассмотрена в качестве стандартной. Несмотря на повышенную частоту побочных эффектов, данная методика может быть предметом научных исследований для уточнения ее противоопухолевой эффективности. Использование гидрогелевых материалов для местного подведения препаратов к сопроводительной терапии улучшает результаты лечения в плане переносимости агрессивного химио-лучевого лечения. И регрессия опухоли позволяет выполнить достоверно большее количество свинтерсохраняющих и реконструктивно-пластичных операций при нижнеампулярном раке. Применение химио-лучевого лечения не увеличивает интероперационные кровопотери, продолжительность операции, количество послеоперационных осложнений, послеоперационную летальность и койко-день в сравнении с хирургическим лечением рака прямой кишки. В подавляющем большинстве наблюдений зарегистрировано лучевой патоморфоз 1-3 степени, что свидетельствует о значительном повреждении опухоли. Использование метода комплексного лечения рака прямой кишки приводит к достоверному снижению частоты местных рецидивов и в отдаленном периоде наблюдений. И, конечно, успеха в лечении рака прямой кишки можно добиться только в тесном контакте трех специалистов – хирурга, лучевого терапевта и химиотерапевта с использованием лекарственной терапии. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Можно я спрошу? Я хочу сказать, что, конечно, при аппликационном подведении 5-турроцила, вот, в импрегнированного, либо в салфетке, в текстильные материалы, либо вот в качестве геля. Посмотрите, вы же все знаете эти исследования, они так много напечатаны. В Питере, например, исследуются они в ЦНИРИ. Какие хорошие результаты получены при изобливании, при раке кожи? У нас получились, ну, просто удивительные, интересные результаты при раке шейки матки. А при кишке не получилось. Я думаю, что потому, что мы не можем обеспечить аппликацию в кишке таблетки. Она либо растекается, либо спускается вниз. И поэтому нет равномерного вот того поглощения, на которое мы бы рассчитывали там, где можем вот это сделать по-настоящему аппликационно. Инна Викторовна, у меня к вам вот такой вопрос. Потому что я считаю, что вы просто молодец в плане невероятного альянса работы с хирургами. Потому что обращаю ведь ваше внимание на то, что операция через 6-8 недель после окончания химилучевого лечения. Представляете, как надо научиться работать с хирургами, которые согласятся ждать вот это время реализации эффекта. Скажите мне теперь, пожалуйста, вот сегодня, получив такие результаты высокие в патоморфозе, в течении, ну во всем, во всем. Вы не видите целесообразности уменьшить несколько по ходу того, как реабилитируются ваши больные, уменьшить этот срок до операции? Или считаете это неважным? Это первый вопрос. Второй. Вспомните, пожалуйста, были ли пациенты, у которых наступила за это время генерализация опухолевого процесса? И третий вопрос. Поскольку я вот категорически против того термина, который сейчас так широко применяется, он касается уменьшения стадии опухоли после химилучевого лечения, категорически, я совершенно не знаю, зачем это делается, потому что прогноз зависит от того, какая она была исходна, а не какая она стала. Вот я хочу, и знаю, что вы к этому также относитесь, как и я. И тем не менее, скажите, пожалуйста, хирурги все-таки настаивают на вот этом критерии для того, чтобы определиться с объемом хирургического вмешательства или для чего? Спасибо большое за вопрос. Анна Владимировна, на первый вопрос. Вы знаете, наоборот, не уменьшение сроков до операции, а наоборот увеличение. И почему? Ну, это может быть очень смелое мнение. У нас несколько пациентов, у которых полная резорбция опухоли после предоперационной химилучевой терапии 50 грей. И они наблюдаются. К сожалению, на прошлой неделе прооперировали женщину, у которой была зарегистрирована полная резорбция опухоли, и полтора года, да, Наталья Анатольевна? Полтора, да, около года она прожила совершенно спокойно, с собственной прямой кишкой. А что, не пошла на операцию? Мы ее потихонечку уговорили на динамическое наблюдение, поскольку ей сразу же предполагалась экстерпация прямой кишки. И в течение года она жила со своей прямой кишкой без операции. И сейчас под наблюдением еще 4 человека, которые находятся под наблюдением с полной резорбцией опухоли от полугода до полутора лет. Но это говорит только о том, что это надо дифференцировать контингент, потому что нельзя же всех так оставить. Значит, сейчас дальнейшие ваши действия должны быть направлены именно на выбор тех, кто останется на химилучевом лечении. Вот это уж будет рискованно, но хотя обосновано все. И тогда надо учесть время, когда добавить дозу, наверное, до полной. Это тоже большой вопрос. Но после такого перерыва, когда зарегистрируется полная резорбция, в смысле уже тоже нет. Поэтому я к тому, что много вопросов-то возникает. И мне вот как раз вопрос об уменьшении стадии, пожалуйста. Вы знаете, по последней классификации, которая предложена нам, там затрагивается этот вопрос уменьшения стадии процесса. Это международная классификация. И хирурги настаивают на этом, и хирурги придерживаются именно этой классификации. Спасибо. Спасибо.